всем доброго времени суток вы на канале нинтендо и сегодня у нас в гостях менеджер по локализации из студии левша данила сырцов он занимается непосредственно переводами видеоигры чтобы вы понимали данила здравствуйте здрасте и так вы перевели для нас самую сейчас наверное игру года это персона 3 релоуд правильно да да верно но помимо этого также участвовать во множестве других переводов сколько вот примерно проектов у вас насчитывает на данный момент я бы сказал это больше 150 уже точно больше 150 игра правильно да 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 больше стоп тези и блин на самом деле большой результат учитывая текущие реалии это очень хороший результат да то есть это за какой период 150 игр с 2018 года по 24 то есть это за 6 лет за 6 лет около 20 20 с лишним игр даже 30 на нет около 25 игр в год это колоссальная нагрузка нагрузка очень высокая конечно но справляемся за ради игроков это главное и так из первых вопросиков такой вот легкий сами вообще играете в игры конечно конечно где-то по часику два минимум плюс минус по вечерам точно ну просто по сути игры же это не только моя работа это мое хобби и поэтому не уделять своему хобби времени это было бы как-то очень неприятно и странно поэтому я играл играю и буду играть надеюсь понятно на ком устройстве предпочитаете играть если дело касается каких-то трипл эй игра то есть игр которые требуются на к железу то это playstation 5 а если игра уже менее требуете там инди и прочее то это либо нинтендо свитч либо steam дек а какую последнюю игру на свитча прошли если не секрет the legend of the zealand tears of the kingdom а tears of the kingdom понятно мне вообще стирс of the kingdom удивительная история вышла я на самом деле играл постоянно на нинтендо свитч lcd модели 2 ревизе но когда tears of the kingdom просто анонсировали было понятно надо брать олед такую игру нужно на нормальном экране проходить там я цвета более насыщенные получаются да да а какая игра вот у вас была первой вы именно перевели который именно перевел да я боюсь конкретно назвать это не смогу я знаю игру которая у меня первое оказалось так который я оказался в титрах ну то есть это evil dead the video game и вилда это и вилда этот зловещий мертвец и по моему да это игра что-то по типу dead by daylight или пятница 13 а вот какая ваша самая любимая игра или виде игровая серия а я бы сказал что прям конкретно если видео и видео игры затрагивать то это world of warcraft ну такую игру как бы слабо переплюнуть она в свое время задала тренд вообще на мультиплеерные игры а поэтому играл и я и в нее играю там с первого класса с 2005 года плюс минус когда еще там на английском языке было русского не было и вот по сей день это уже больше девяти лет скоро 10 будет я понял а вообще персону играли до этого да да я открыл для себя персону где-то в году 2020 то есть за несколько месяцев до локдаунов до вот это повсеместной пандемии я до этого слышал про персону 3 то есть видел вот этот ролик если все в голову стреляют вообще не понял что это такое и не раскусил но потом слышал вот эти восхищенные отзывы что вот персоны 5 это невероятно стильная игра где очень интересный такой сеттинг такой непривычный для видеоигр где-то каждый день отыгрываешь естественно нужно было попробовать и вот как только прошел персону 5 понеслось стало одной из самых любимых вообще игры за все время потом пошла персона 5 роял там персона 4 golden персона 3 фас и спин-офф и закрутилась закрутили то есть можно сказать что вы фанат серии по сути да да конечно какая вот у вас была реакция когда вас назначили на локализацию персона 5 тактикс о это вообще шок потому что мы все привыкли что игры персона не как бы на английском языке и вообще даже не верится что такое вообще может произойти это как так персона еще и на русском языке вот когда это случилось все я помню своих коллег постоянно упрашивал пустите меня на проект я сделаю все супер давайте сделаем красиво для игроков но это такой исторический момент есть возможность сделать игрокам прекрасная впервые выйдет на русском языке нужно постараться изо всех сил да согласен с вами а вот при локализации пятерки тактикс и релоуд использовали какие-то наработки или все вообще с нуля переводилось ну при локализации персона 3 релоуд не опирались ни на что с персоной 5 тактика вышла очень такая удивительная история на самом деле дело в том что джокер персонаж появился в супер смеш бро салтинг от нинтендо да а нинтендо как мы знаем этот супер смеш брос переводили соответственно при переводе там вот этих фантом фикс призрачных покетителей нужно было опираться на уже имеющийся перевод тем более что игра выходила на нинтендо надо вот и опирались на перевод стилбука оригинальные персоны 5 который вышел в 2017 году то есть был переведен вот это вот эта коробка из-под диска и все по сути то есть вот она была на которой на playstation выходила правильно понимает то есть перри ее перевели только стилбук и да все да больше не очень интересно это чтобы завлекать пользователей чтобы покупали ну да вы говорили что вы играли в пятерку тройку четверку разных версий причем вы в основном играли на английском или с русской локализации на английском на английском а вот как относится к фанатским локализациям хоть раз с ними сталкивались сталкивался и считаю что это вообще прекрасная идея чем больше у нас есть существует вообще фанатских локализаций тем больше игроков смогут просто прикоснуться к прекрасным играм которые там по той или иной причине на русский язык не выходит это вообще прекрасно а вот смотрите очень ну комьюнити так сказать переводчиков имена аниме давайте будем считать что все-таки отчасти я персона это небольшое аниме бытует мнение что вот поливанщина но понимаете о чем я говорю но она как бы не совсем приемлемо чем вы руководствовались при переводе имен в персоне три релот а мы использовали систему поливанова как уже понятно из перевода игры вообще суть в том что те кто использует системы хэбберна не не все знают что система хэбберна она не создана под русский язык изначально она создана под английский язык под их фонемы то есть английская джей и более звонкая чем русская даже например надо мы говорим про какого-нибудь джо вот никто же не скажет дзо дзо получается ну вот она больше йо чем а вообще это когда мы вообще руководствовались вообще какую систему использовать все исходит из того что хочет там сега атлус и прочее 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 когда они платят деньги они соответственно ожидают правильный соответствующий перевод. И когда выбиралась система, смотрели, а вообще, что у нас используется традиционно в русском языке? Используется система Поливанова. И не просто потому, что она используется повсеместно, а ее, например, использует правительство Японии, например, на русском языке. То есть их посольство, когда имена, например, транскрибируют, они используют систему Поливанова. Ну и вообще говоря о системах Поливанова, Хэбберна и прочих, это же система не для изучения, например, японского языка. Это просто передача имени, чтобы все понимали, что вообще это имя значит. То есть нужно выбирать какой-то единый вариант, который будут использовать все. И пока что этим всем является вот как раз система Поливанова, которая у нас традиционно везде... Она уже, по сути, как правило, русского языка. Нравится это кому-то или нет, но такова реальность. Да, приходится с этим мириться, и поэтому переводы везде через Си и Дзи. И Ти, кстати. Ну, кстати, очень прекрасный момент, который использовали локализаторы Cyberpunk 2077. Они сделали вообще идеально. Они в субтитрах использовали систему Поливанова, вот эту традиционную, а на озвучении как раз-таки уже использовали Хэбберну, вот эту типичную. Это хороший мув в плане для слуха, вот на слух, потому что воспринимается немного приятнее. Смотрите, почему имя андроида в Персоне 3 вы перевели как Айгис, а не Егида? Вот это, на самом деле, очень прекрасный момент, потому что вообще ее имя обсуждалось, мне кажется, раз десять внутри команды. Дело в том, что, как уже понятно, почему она могла быть Эгидой, потому что в игре очень много отсылок на мифологию, да, там, на греческую. На греческую, да. Вот у нее, например, теургия под названием режим вакханалия. Это вот как раз-таки вот такой ритуал, который использовался в то время. Вообще, был вариант перевести ее как Эгида, но там случилось два небольших но. Персонаж как бы встречается в школе, то есть он ходит каждый день туда, и имя Айгис, оно больше похоже на японское, на какое-то, ну, на обычное имя, не звучащее, не передающее какой-то референс на что-либо. То есть это такое обычное имя. И второй момент был в том, что, ну, этот персонаж невероятно популярен вообще уже везде, даже в русском сообществе, все знают ее как Айгис. И было как бы неправильно переводить как-то на... транскреировать конкретно на Эгиду. Рассматривался ли вариант оставить название навыков персон на латинице или только перевод? Абсолютно не рассматривался, и на это, ну, множество причин, опять же. Ну, самое такая очевидное в бизнесе локализации, это то, что клиент платит деньги. То есть он заранее, да, требует, что вот мы вам заплатили, собственно, переводите. А как потом объяснить клиенту, что мы, значит, денежки взяли, а текст в итоге так и остался на английском. Это как бы очень странно. Ну да, довольно сложно объяснить, почему у нас названия на русском языке, но при этом латинские. Согласен. Вот. И второй, мне кажется, более важный момент, это то, что, да, у нас существует такое прям хардкор-сообщество игроков Shin Megami Tensei, и как бы им придется, им пришлось, да, привыкать к русским названиям навыков, но тут руководствуемся тем, что не все знают английский язык. И не все даже знают английский алфавит. То есть они банально не смогут это ни прочесть, ни как-нибудь там на клавиатуре это напечатать. Да, согласен, потому что много-много споров, типа, в интернете из разряда «учите английский», «а мы не хотим учить английский», «дайте нам перевод» и прочее, прочее. Вот локализация, собственно, и создана для этого, чтобы как можно большее количество людей в конкретном регионе смогли прикоснуться к игре, как будто она изначально была изготовлена на их языке русскими разработчиками. «Русская локализация» отлично передала стили общения персонажей через текст, разумеется. Чей вот именно стиль речи вызвал больше всего проблем? Ну, я бы не назвал это, конечно, проблемой, а вот больше... Больше времени затратил, мне кажется. Я бы вот это так назвал. Я считаю, что таким вот персонажем стал Дзюмпе Йори. Потому что это такой простречивый, обычный, пацан, который там, друг, ему вообще там все равно, в одно ухо влетело, из другого вылетело. То есть он общается такими вот обычными словами, то есть нужно было подбирать всегда такие выражения, чтобы это ощущалось как такой вот обычный паренек. Я понял. Также есть интересный персонаж Майя, который вот общается на интернет-сленге как раз вот конца десятых, конца двухтысячных, начала десятых. Эти шутки были локализованы или они как-то были заложены уже в тексте? Ну, как я знаю, вообще там был приблизительно вот такой воркфлоу, этап работы. Вообще изначально, если смотреть на английский язык, там были элементы такого старого лидспика. Это формат речи, который использовался в интернете в тогдашние времена. Из разряда сокращения, символы и прочее-прочее. Да-да-да. И, соответственно, чтобы на русском языке приблизительно понимать вот такой же стиль общения, нужно было обратиться к нашей интернет-культуре тех времен. Соответственно, что первое в голову приходит? Это язык подонков. Ну да-да-да. Двачи-прочие-прочие. Но, естественно, когда все это переводилось, у нас была конкретная переводчица, которая за этим всем следила и проверяла, чтобы не перегнуть палку, чтобы, да, было понятно, что это вот то время, вот это вот какой-то 2009 год. Да-да-да. Все так вот общаются, но не сделать излишнюю такую русскоязычность. То есть не было каких-нибудь привет-медвед или что-то вот прям вот конкретно того, что связано именно прям вот с Россией. А есть ли вот слова или реплики, которые вы бы хотели по-другому перевести? Один-две. Ну, учитывая то, что я делал конкретно, вот именно из моих отрезков, которым я успел прикоснуться, по конкретно моим я вот сказать на самом деле не могу. То есть все, что от меня было возможно, я это все сделал в своей ситуации. Может быть, другие переводчики как-то по-другому хотели что-то сделать. То есть тут сложно будет сказать на самом деле, но это как-то так. Я понял. Такой вот вопросик. Сама локализация поспособствует ли распространению серии Persona в СНГ и в России в частности? Сто процентов. И на самом деле доказательства тому можно уже найти в той же Якудзе Like a Dragon, которая вот вышла на русском языке, значит, и намного большее количество людей в нее поиграло, чем играли ранее. И сейчас можно увидеть вот эти вот восторженные отзывы в Стиме. Так, а давайте там русский язык в другие игры Якудзе. И то же самое, кстати, уже видно в Стиме по той же персоне 3 Reload. Люди говорят, а давайте русский язык в Persona 5, раз уж не поделаешься. Ну, это уже, наверное, невозможно. Да. К сожалению. Ну, и множество людей после этого идут, опять же, к фанатам, чтобы, ну, ребят, вот мы поиграли в Persona 3 Reload, классная игра, давайте его нам там для пятой персоны сделать. Ну, кстати, мы брали небольшое интервью у человека, который занимается переводом Royal, фанатским. Они вот буквально перерисовывают текстуры в игре на русский язык, чтобы там это помещалось. Это невероятно тяжелый процесс. Да, это они просто, ну, они мучаются, я не знаю как. Мои соболезнования. Смотрите, вы переводили одну из игр серии Silent Hill, правильно? Да, Silent Hill Short Message, это эксклюзивная игра для PlayStation 5. Как вы вообще относитесь к тому, что Konami хочет возродить эту серию? Я бы сказал, что прекрасно отношусь к этому, потому что, ну, это серия игр легендарная, на ней выросли многие люди, многие разработчики. Ну, как вот выросли люди на Final Fantasy 7, многие на Silent Hill 2, например. И очень хочется посмотреть, что вот это вот новое поколение разработчиков будет делать. Потому что, ну, мы видим по тому же Resident Evil, что людям нравится жанр, они хотят больше. Ну, Resident Evil, все же они сейчас больше на хайпе оказываются именно ремейки. Да, да. или ремастеры. Ну, это спорно. Ну, кстати, нет. Мне кажется, что Village как раз-таки был прекрасной игрой, которая вроде даже очень классно продалась. Но при этом семерка и четверка, ой, семерка и четверка, двойка и четверочка очень хорошо все равно бустанулись. Ностальгия. Да. Так, а вот локализация какой игры была, ну, самой сложной, наверное, для вас? Самой сложной? Я бы сказал, что конкретно это вот Persona 3 Reload. И не сложной в плане, да, каких-то технических аспектов, а в плане менеджерских. Когда обычно команды маленькие на любых играх, будь то даже AAA, ну, может быть, там, два переводчика, один редактор, там, один корректор. На Persona 3 Reload работало, ну, полтора или даже два десятка людей. Так много. Да, да. Ну, игра огромная, это же J. И, соответственно, чтобы проследить, чтобы все все следовали к какому-то единому стилю, никто там не ругался, чтобы у всех было свое мнение, это мнение учитывалось, и все успевали друг за другом. Это такой удивительный челлендж, но мы справились. Блин, это на самом деле очень круто. Вы большие молодцы, спасибо вам. А следующий вопросик у нас будет. Настроение в мире. Как они повлияли на вашу работу? Ну, сейчас уже сколько? Прошло два года, да, плюс-минус. Мне кажется, давать какие-то оценочные суждения сейчас слишком рано, и просто потому, что игры сейчас у нас сколько делаются? Пять, шесть лет? Семь, ну, около того. Да, плюс-минус. И бюджеты, как я знаю, они закладываются там прям на суперранних этапах, на ту же локализацию. И мне кажется, прям вот, ну, реальные последствия вот всей политической ситуации мы узнаем только в двадцать шестом году, плюс-минус. Я понял. Вот. Но на некоторых играх мы уже это видим, там, те же игры от Electronic Arts. Над локализацией какой игры вы бы хотели поработать? Ну, мне кажется, что теперь, учитывая, над какими проектами я работал, мне кажется, самое главное для меня уже достигнуто, я бы сказал, если бы существовал диск Elysium 2, вот это та игра, куда бы, которой я хотел бы прикоснуться. Потому что, ну, во-первых, это ролевая игра, и там очень много проблем для переводчиков. И там очень уникальный и тяжелый для перевода язык. Вот прям очень хотелось бы. Смотрите, такая вот вещь, как указание локализаторов игры в титрах. Почему их вот не указывают? Почему мы не видим этих героев, которые дают нам игры на русском языке и прочих? Это на самом деле прекрасный вопрос, на который многие даже в нашей индустрии не знают ответа, на самом деле. Изначально мы все подписываем договор о неразглашении с партнерами, с которыми мы работаем. И по умолчанию этот договор о неразглашении, он не разрешает говорить о конкретно каких-то там процессах клиента, как это все работает у них изнутри. Но чаще всего этот NDA, так называемый, используется конкретно для того, чтобы не указывать имена в титрах. И чаще всего не из-за того, что кто-то этого не хочет, а просто там забывают. То есть мы можем видеть, что иногда тестеров в титры не добавляют, еще кого-то. А переводчиков уж подавно. И вот недавно, мне кажется, в 2022-м, плюс-минус, появилось движение Translators and Credits, это люди из индустрии, которые над играми работают, которые конкретно задаются вопросом, а почему, значит, переводчиков в титрах нету? Когда там есть какие-нибудь питомцы, там дети, а нету конкретно людей, которые делали язык для игры. И после этого, после этого все подхватили к атаку, полигон, из-за этого Sega свою политику изменила. То есть, вообще, наличие имен в титрах той же персоны Триры Лоуд как раз-таки это следствие вот этого, работы вот этого движения. Ну, собственно, как мы вас и нашли. Да, мне знакомый скидывает скриншот, говорит, вот, из твиттера я нашел, вот, переводчик Данила Сырцов. Я такой говорю, ну, откуда он? Он говорит, из Самары. Я говорю, о, а я знаю переводчика из Самары. Напишу-ка ей. Собственно, так и получилось с вами взять интервью. Для меня вот таким небольшим переломом моментов в переводах стало появление перевода на Нейроавтомата на Нинтендо Свич. Вот это вот самое странное явление, наверное, которое было из всех, что я видел. ПК-версия нет русского, PlayStation и Xbox-версия нет русского, Nintendo Switch русский язык. Можете предположить, как такое могло получиться? Это на самом деле очень такой интересный момент. Я даже на самом деле не знал, что русский язык в Нейроавтомата существует, потому что я проходил на английском языке, как все. А на Nintendo Switch есть официально русский язык. Ну, я не знаю, чем там могли руководствоваться на самом деле, но мне кажется, как-то это могло быть связано с тем, что у Nintendo Switch огромная игровая база, там, сколько ей продали? 140 миллионов? Да, около того. Мне кажется, из-за этого могли добавить. Ну, и просто игроки, постоянно которые выпрашивают, это тоже как-то могло повлиять. Но при этом патч на большие консоли пока никакой не выходил. Мне кажется, это связано с тем, что версии для того же Switch и для PS5, той же, там, Xbox, они очень сильно отличаются архитектурно. Ну, возможно. То есть движки, байплайны, которые используют, внутренние какие-то инструменты, и постоянно все это перекидывать туда-обратно тяжело. И перекинуть, по сути, можно это там, Ctrl-C, Ctrl-V тот же. А это все еще нужно протестировать. Не крашница ли, например, игра при появлении там такого-то текста. То есть это лишние бюджеты, которые нужно вкладывать в разработку, а учитывая, что игры на тех платформах уже вышли и уже окупились, и, собственно, никто уже не придет, это довольно-таки затратное занятие, которое, мне кажется, вряд ли кто-нибудь из разработчиков бы согласился. Хотели бы что-то передать? Играйте в игры на русском. И просите их больше и больше и больше. Только так наша индустрия выживет, и только так у нас появятся все более крутые игры, как вот Persona 3. Так и начинается интернет-войны. Спасибо вам большое за интервью еще раз. Приятного вам дня и всего хорошего. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok